Еве приходится очень стараться, чтобы выполнять, казалось бы, простые действия. Видеть её счастливая – редкая радость для семьи девочки, поэтому сегодняшний праздник – событие волнительное и долгожданное. Вы знаете, у ребёнка глазёнки начинают гореть, она начинает улыбаться, выражать эмоции, говорить она не может, но она, выражая эмоции, как я называю, поёт, то есть чувствуешь, что ребёнку это нравится, очень нравится. Праздник, который прошёл в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в рамках акции «Наши дети», собрал более 30 ребят с тяжёлыми и множественными пороками психофизического развития. Хоровод, песни и незамысловатые движения – то, что большинству даётся легко, здесь вызывает особое старание. Не чётко, как могут, но зато с большим желанием сделать всё как надо, так, чтобы понравиться не только Деду Морозу, но и родителям, которые с волнением наблюдают за происходящим из зала, ребята участвуют в представлении. То, что они уже сидят и слушают внимательно, и общаются с детьми, потому что к нам приходит очень много волонтёров, очень много друзей, очень много спонсоров, просто благотворительную помощь оказывают тем, что просто общаются с нашими детьми. И вот это общение очень много даёт нашим детям. Они внимательно слушают музыку, они внимательно слушают. Может, они не всё понимают, но они очень внимательно слушают. Это очень дорогого уже стоит. В коррекционном центре дети проводят по 10,5 часов в день. Трёхразовое питание, физкультура и занятия по специальной обучающей программе приносят свои положительные результаты. Они, как и сегодняшний праздник, стали возможными благодаря терпеливой работе опытных педагогов и, конечно же, стараниям самих детей. Чтобы поддержать веру в чудо и лишний раз порадовать ребят, руководство города вручило им такие желанные новогодние подарки. Мы подарили сертификат, мы принесли сладкие подарки, фрукты. И попросили родителей о том, чтобы они нас тоже высказали те замечания по работе центра. Мы обязательно в следующем году при планировании бюджета заложим эти деньги для того, чтобы этот центр был ещё работал лучше. Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации города Гродно был открыт год назад на базе детского дома, воспитанники которого переехали в приёмные семьи и детские дома семейного типа. Сейчас здесь занимаются ребята с тяжёлыми пороками развития. Одним из профильных недугов реабилитации является аутизм. Сегодня в городе насчитывается более 70 ребят, страдающих этим заболеванием, и эта цифра стремительно растёт. Как говорят, Бог даёт испытания тем, кто он выдержит. Поэтому каждый из нас должен задуматься над тем, что с каждым может такое случиться. И мы должны просто толерантно относиться к таким детям, к таким людям. Радость от подарков и встречи с главным зимним героем улавливается в лицах ребят. Вера в чудо и надежда на лучшее в глазах их родителей. Пусть Новый год исполнит пожелания и тех, и других, и с каждым случится его личное обыкновенное чудо. Олеся Матвиёнок, Сергей Печерица. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин